Статистика травматизма при переходе железнодорожных путей выросла почти в два раза, причем чаще всего страдают подростки. Виной тому невнимательность и незнание правил безопасности. С целью профилактики подобных инцидентов сотрудники РЖД совместно с представителями линейного отдела полиции на транспорте еженедельно проводят профилактические рейды. Зачастую подростки, находящиеся на РЖД-путях, переходят в неустановленных местах, не реагируют на приближение поездов, сигнализации, находятся в наушниках, в капюшоне. Поэтому мы хотим донести, чтобы граждане и подростки соблюдали правила нахождения на РЖД-путях. Сотрудниками нашего линейного отдела совместно с представителями РЖД-пути постоянно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению травмирования граждан, в том числе несовершеннолетних лиц, на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактические мероприятия по предупреждению совершения ими административных правонарушений. Одним из видов административных правонарушений является проход по РЖД-путям в неустановленных местах, что регламентируется статьей 11.1.5 Кодекса административных правонарушений. За данный вид правонарушений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо предупреждения. Проведение подобных рейдов в первую очередь направлено на профилактику нарушений среди подростков. Однако нашлись и взрослые, которые пренебрегают правилами безопасного перехода. Вы тоже пошли на красный? Да, но все время перестал звонить. Виноваты нарушили. Мы нарушили. Извините. В большинстве случаев виновниками происшествий становятся именно пешеходы. Обращаясь ко взрослым, хочется сказать. Учать детей, заботиться о своей жизни и не нарушать правил перехода, не забывайте подавать правильный пример. Анастасия Целигина, Сергей Соколов. Народные новости.